Арцах и так далее. Сколько-то раз я выступал с тем, что, поймите, это касается Нагорно-Карабахской автономной области. Армяне не могут самоопределиться вне границ НКО. Они могут самоопределиться в границах НКО. И то без города Шуши. Я не предвидел только то, что мы еще и Гадру сдадим. Но то, что они должны взять и Шуши, я это знал. То есть, если наша позиция была такой, откройте мандритские принципы и прочитайте. Мы сами, а именно армянская сторона, всегда выступали за сдачу территорий. Кто должен был? Скажем, Америка должна была прийти и сказать, не сдавайте, когда мы сдавали. Мы согласились со сдачей. В данном случае, единственное, в чем действительно можно обвинять Соединенные Штаты и Францию, так это в том, что Азербайджан нарушил свое обязательство не применять силу. И применил ее. Поэтому Вашингтон и Париж говорят, что они не признают результаты этой войны. То есть, Гадрут должен быть возвращен армянам. Почему? А почему они не говорят? Про другие районы. Потому что другие районы вы так или иначе сказали, что сдадите. Иными словами, исходя из принципа самоопределения и переговорного процесса, армяне могут претендовать только на Гадрут. И то сейчас, может быть, заставят. А Азербайджан теперь может сказать, если армяне хотят вернуться в Гадрут, пусть возвращаются туда и живут. Что тут такого? А когда мы говорили, что самоопределение – это ошибка, правильный путь – это территориальная целостность Республики Армения, потому что ты и не можешь самоопределиться. Интересное мышление. Я об этом много раз говорил в Арцахе. Я у них спрашиваю. Например, как вы представляете, что вы, живя в Степанакерте, самоопределяетесь в Карабачаре? Так не бывает. Они поставят вопрос, если конфликт, это очень важно, называется critical date – критический срок. Если речь о самоопределении, вы считаете, что по закону Карабах находится в составе Азербайджана и конфликт возникнул в 1988-1989 годах. Это означает, что вы должны самоопределиться на той территории, где составляли на тот момент большинство. В то время армяне составляли большинство в четырех районах НКО из пяти. В этом случае это максимум, что вам дадут. Не знаю почему, их ответ следующий. Мы прописали в нашей Конституции. Хорошо, вы в своей Конституции можете прописать, что и Сомали ваша, и Якутия ваша. Недостаточно прописать. Вот вся проблема, понимаете? Это провинциальное мышление разрушает страны. И я опять же говорю, все было примерно так. Папа, который сидит в Москве, не разрешит. Я от этого прихожу в ужас, потому что то же мышление до сих пор существует. После этого даже есть люди, которые говорят об объединении Армении с Россией и Белоруссией. То есть, вы хотите, чтобы все было уничтожено? Мало того, что вы знаете, что Россия и Беларусь не будут вас защищать, но хотите создать такую ситуацию, чтобы те же Франция и Штаты, даже если захотят, не смогут помочь. Понимаете? Если уже будет союзное государство, то тебя уже нет. Этот союз должен решить. Можешь ли ты хотя бы обратиться с такой просьбой и так далее? Повторяю, единственное спасение Армении – это кардинальное изменение вектора ее внешней политики. 30 лет мы делали одно. Эти 30 лет привели к этой трагической ситуации, к потере Арсаха, к огромным людским и материальным потерям, в том числе и к экономическому упадку. Почему вы сейчас думаете, что если вы еще 30 лет будете делать то же самое, будет что-то другое? Сделайте то же самое, вы точно получите такой же результат и получите еще хуже. Поэтому сделайте то, что мы говорим. Сделайте по-новому. Теперь они могут заявить, что это новое может привести неизвестно к чему и не даст результата. Я уверен, что даст. Но если мы примем даже, что это может быть, но это может быть и даст. То есть в этом случае есть шанс, есть возможность. Если ты не попытался, ты не можешь говорить. А почему вы хотите повторить уже испытанную ситуацию? Это не стало для вас уроком. В том случае, когда мы видим, что сегодня Россия еще больше зависит от Турции и Азербайджана, чем это было 5 лет назад. Это влияние страшно велико. Они сегодня всех купили. Такой коррумпированной страны, какой является Россия, сегодня в мире почти нет. Наверное, еще в Африке можно найти, где сверху донизу все покупаются и продаются. Тогда почему вы хотите быть наравне с ними? Мы не сможем быть наравне с ними. Поэтому мы должны перейти в то поле, где все не покупаются и не продаются. Понимаете? Где есть какой-то контроль, есть какая-то демократия. Да, есть вещи, которые обстоят не так и не в том виде, как мы хотим. Например, вовлеченность, участие и так далее. Но это является хотя бы возможностью. Давайте попробуем эту возможность и не будем повторять уже испытанные неудачи. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.